Коллеги, добрый день. Сегодняшний наш с вами вебинар посвящен теме регламентированной учет в 1С ERP поиск и исправление ошибок. Проводит для вас его компания CoderLine. Компания CoderLine это компания 1С Franchising, осуществляет внедрение и поддержку программ 1С. У себя на экране вы видите наши контакты, электронную почту 1С CoderLine, номер телефона. В компании работает большое количество консультантов, менеджеров, поэтому можете свои вопросы адресовывать на почту, консультироваться. Наши сотрудники, в том числе и я, могут вам помочь в любом вашем вопросе. Проводит для вас данный вебинар консультант-аналитик 1С. Меня зовут Моисеева Екатерина. Я имею также большой опыт работы главным бухгалтером, поэтому в процессе данного вебинара буду рассказывать вам про регламентированные учеты и плюс сразу показывать, какие ошибки встречала в своей практике, также в практике консультанта-аналитика компании CoderLine. Поэтому сразу будем останавливаться на ошибках. Также смотрим, можно записать себе наш канал Telegram по ERP. Там также ведется обсуждение многих вопросов. Пользователи стараются помогать. Выходят там новые наши статьи. Так что очень интересный Telegram-канал. Подписывайтесь. Итак, программа нашего вебинара. Рассмотрим, каким образом настроен регламентированный учет в ERP-системе. Посмотрим, как настроить учет и отражение документов в регламентированном учете. Параллельно будем рассматривать наши ошибки классические, специфические, что касается некорректных настроек групп финансового учета. Что происходит в случае изменений групп финансового учета. Рассмотрим ручные операции, ручные корректировки. И также рассмотрим вопрос, как нам с вами сверять оперативный и регламентированный учет в программе 1С ERP. Почему это отдельно выведено? Потому что программа 1С ERP более настроена на оперативный и управленческий учет, а для регламентированного учета выделен как бы всего один раздел. Поэтому оперативный учет там первичный, а регламентированный вторичный. Также рассмотрим этот вопрос. Итак, давайте вспомним с вами, что такое вообще регламентированный учет. Регламентированный учет в информационной системе это учет, правила ведения которого определены законодательно и закреплены в учетной политике предприятия. Применительно к нашей Российской Федерации регламентированный учет включает все пухгалтерские и налоговые учеты организации. Основная цель ведения регламентированного учета на предприятия. Это формирование регламентной отчетности. Итак, давайте с вами переходим уже в нашу систему 1С ERP и начнем рассматривать наши вопросы. Итак, давайте сразу посмотрим о программе. У меня релиз 2.5.11.90. 6.106. Это для того, я вам говорю, что во многих конфигурациях может быть что-то различаться. Поэтому может быть что-то у вас будет отличаться, если у вас другой релиз. Итак, наш раздел регламентированный учет выделен в демо-базе. Я вам показываю 1С ERP. 1С ERP выделен в отдельный раздел регламентированный учет. Если вспомните в программе 1С бухгалтерия, большую часть меню наоборот у нас посвящено регламентированному учету, а меньше управленческому, есть больше управленческому и меньше регламентированному. Регламентированный учет у нас возможен двумя способами. Мы можем сразу при создании документа отражать документ в регламентированном учете. То есть, каким образом? В документе «Реализация товаров и услуг», допустим, вот я открыла, при проведении документа этот документ сначала отражается только в управленческом учете. Для того, чтобы он отразился в регламентированном учете, мы должны с вами открыть дебет-кредит и нажать кнопочку «Отразить в регламентированном учете». После нажатия этой кнопочки появляются вот эти проводки. То есть, изначально документ будет не заполнен. Сейчас я вам покажу, другой документ заполненный. Вот, соответственно, он пустой. После заполнения у нас выходят проводки регламентированного учета. Значит, такие проводки у нас есть во многих документах. То есть, продажа, закупка, денежные средства. Везде, где у нас есть кнопочка «Дебет-кредит», мы можем отразить данный документ в регламентированном учете. Для кого удобно отражать сразу в регламентированном учете? Но я думаю, это компании, у которых не сильно большой оборот документов и бухгалтера, которые сразу хотят увериться в проводках, которые сформируют документы. Если у вас большой поток документов в вашей компании и нет времени на то, чтобы сразу отражать документ в регламентированном учете, то у нас есть специальный функционал, который называется «Отражение документов в регламентированном учете». То есть, в течение месяца или как там у вас настроено, вы отражаете документы. Может быть, каждый день можно запустить, чтобы каждый день, в течение вечера, допустим, проходило отражение документов в регламентированном учете. И данный документ будет формировать вот эти все проводки. В данном случае, вот я запомнила, допустим, для примера, программа, демо наша база. И здесь есть организация «Андромеда Плюс». Это одна из организаций, которые работают в демо-базе. Представлены. Что мы видим? Значит, мы нажимаем «Обновить состояние», и у нас выходит, какие документы нас ожидают автоматического отражения. При нажатии кнопочки мы видим весь список документов. То есть, все эти документы сразу не были отражены в регламентированном учете, и, соответственно, при запуске этого функционала будут сформированы проводки. При нажатии кнопки «Отраженные документы» мы видим те документы, которые уже были отражены. Именно этот функционал, заложенный в нашу демо-базу, дает возможность отразить движение. И вот в данный момент, что возникает у многих бухгалтеров, которые только начинают работать, или других сотрудников, которые начинают только работать с данной системой, и не знают этого функционала по отражению документов в регламентированном учете, они пытаются сверить, допустим, какой-то отчет управленческого учета, и пытаются сделать, допустим, оборотно-сальдовую ведомость по какому-то материалу по 41-му счету, видят, что проводки нет, документ не прошел, хотя они его создали, и, соответственно, думают, что это ошибка. То есть, в данном случае это не ошибка, это просто такой функционал заложен. Где у нас находятся стандартные бухгалтерские учеты, которые нам привычны в 1С-бухгалтерии, которые находятся, грубо говоря, где-то здесь, операции, там заходишь сразу, оборотно-сальдовую ведомость, анализ счета, карточка счета. То есть здесь сразу этого всего не видно. Для того, чтобы открыть все эти наши отчеты, мы заходим в меню «Стандартные бухгалтерские отчеты», которые находятся в регламентированном учете. И в данном случае вот здесь уже представлены наши с вами привычные отчеты. То есть мы можем сделать анализ какого-то субконта, либо, допустим, нашу, там, допустим, оборотно-сальдовую ведомость, либо по счету, допустим, там, по 41-му. То есть все такие же функциональные возможности здесь есть, все стандартные отчеты есть, просто они немножко перемещены в другой раздел. То есть вот наши отчеты, здесь мы ими пользуемся. И, соответственно, если мы сверяем данные бухгалтерского отчета с управленческим каким-то отчетом, который, допустим, отчет по продажам вот здесь будет, чтобы посмотреть ведомость по товарам, и мы видим с вами разницу, то, соответственно, в первую очередь, что мы думаем, это отражены ли у нас документы в регламентированном учете. Проверяем и, соответственно, исправляем эту ошибку. Значит, это первое. Теперь давайте мы с вами перейдем к настройкам. Какие необходимо нам сделать настройки в начале нашей работы для того, чтобы наш с вами в регламентированном учете формировался правильно и так, как надо. Начнем с чего? Начнем с раздела настройки и справочники. Заходим. Ну, первичное. С чем мы все с вами работаем? Это план счетов бухгалтерского учета. Мы сюда заходим. Смотрим, включаем все нужные нам необходимые счета, с которыми вы будете работать. И хочу вам сразу показать настройку затратного счета. Одного для примера. Возьмем счет 26. Это из недавнего моего опыта. То есть, как консультанта аналитика 1С. Компания, которая только недавно начала работать в новой системе, они не видели учет по подразделениям. То есть, у них был учет по статьям затрат настроен. И вот они говорят, вот мы раньше работали в старой программе, у нас был учет по подразделениям. Соответственно, в новой у нас нет подразделений. Помогите нам настроить. В первую очередь, что мы с вами делаем? Мы с вами идем в наш план счетов и смотрим настройку. То есть, для того, чтобы вы ввели данный учет, необходимо поставить соответствующую галочку при настройке 26 счета, либо другого затратного, другого счета, который вы введете, поставить, что вы будете ввести вот это учет по подразделениям. То есть, соответственно, если вы не поставите, то будет вестись по всей организации в целом. И также здесь, который необходимый вам субконт, мы все добавляем по кнопочке «Добавить при первичной настройке плана счетов». Итак, после того, как мы настроили с вами наш план счетов, что можно еще настроить? Ну, при первичной настройке, конечно, мы ставим ставку налога на прибыль, если у вас организация ведет общую систему налогообложения. Мы видим, что вот сейчас 3.17 настроено. Каждый год эта вот информация обновляется. И теперь пойдем непосредственно к группам финансового учета. Вся настройка отражения документа либо операции в данной программе в 1СЕРП настроена через специальные группы настройок финансового учета. В данном случае мы с вами открываем группу настройок финансового учета, расчета с партнерами. Что мы с вами можем здесь посмотреть? Ну вот, допустим, у нас с вами обычные расчеты с поставщиками. В данном случае в демо базе уже настроено. Если вы сами настраиваете вручную, то вам нужно по кнопочке «Создать», создать необходимые себе группы настройок финансового учета, назвать их и, соответственно, добавить счета отражения в регламентированном учете. Итак, здесь у нас расчеты с поставщиками. Это счета 60.01 для долга, 60.02 для авансов, для резервов 63, для НДС с авансом 76ВА. Соответственно, все это настраивается. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Допустим, настройка депозитов и займов. Опять же, мы с вами по кнопочке «Создать» создаем. Здесь прописываем название «Депозит» и «Займы» и «Счета отражения в регламентированном учете». Вот, допустим, показываем в документе «Поступление» группа учета финансовых расчетов. Необходимо, допустим, выбрать здесь товары, услуги, прочие активы в валюте. То есть в самом документе, в зависимости от того, какой документ, какой группы финансового учета вы поставите на закладке дополнительно, такие проводки у вас сформироваться и будут на такие счета. То есть, соответственно, опять же, из опыта ошибки ставят здесь неправильную группу финансового учета, либо не поменяли, либо выбрали другую. Пошли неправильные проводки, неправильный учет и, соответственно, неправильно все это ложится в бухгалтерской отчетности. Так, депозиты и займы. Допустим, то, что мы рассматривали. Вот эта настройка, счет 55037609, у нас с вами будет использоваться при расчете через расчетный счет по депозитам и займам, а также для начисления. Если вы, допустим, осуществляете расчеты клиентами в валюте, здесь у нас уже мы ставим галочку, что ведется учет расчетов в иностранной валюте. Смотрим отражение в регламентированном учете у нас тоже счета в валюте, счет резерва. Если тары нет, то не заполняем. Если нужна тара, то тоже проставляем. Ну и, соответственно, НДС с авансом. Расчеты с комитентом. В данном случае здесь мы с вами настраиваем 76-е счета, которые нам необходимы для расчета. Указали 76-е счета, указали расчеты за товары, за авансы 60-е счет, товары к оформлению 76-е, резервы 63-е записали, закрыли. Соответственно, таким образом мы с вами настраиваем для каждой необходимой для нас группы. Допустим, кредиты, включая проценты, финансовая аренда. Вот здесь, допустим, для финансовой аренды настроены только резервы. Указываем те счета, которые нам нужны. Возвращаемся в наши настройки и справочники. Посмотрим дальше. Группы финансового учета, доходов и расходов. Смотрим с вами. Группы настроек финансового учета, доходов и расходов. Здесь мы с вами указываем те счета, которые мы будем использовать для реализации, допустим, прочих доходов и расходов, каких-то доходов, в данном случае от выручки, от реализации. Прописываем название. Расходы используются для какого вида учета доходов и расходов. И, соответственно, поставляем счет 91.01 или 0.02. Расходы. Сырье и материалы. Допустим, настраиваем, куда списывается. И таким образом мы проходим с вами по всем нашим группам настроек финансового учета, доходов и расходов. Теперь давайте с вами посмотрим, как нам, допустим, настроить счет учета для номенклатуры. То есть в данном случае мы настроили для вами, с вами, какие будут у нас расчеты с поставщиками, какие будут у нас настройки при расчете, допустим, по прочим доходам и расходам. Идем с вами по всей НСИ администрирование и, допустим, заходим в номенклатуру. Выберем с вами любую номенклатуру. Заходим в реквизиты. И в данном случае при создании этой карточки, номенклатуры, мы выбрали для себя группу аналитического учета материалов и группу финансового учета материалы основные. Давайте посмотрим, как она настроена, эта группа. Значит, мы можем настроить в данном случае счета учета стоимости номенклатуры. То есть мы указаем, что на складе данный материал, эти материалы наши будут учитываться на счете 10, переданные на счете 45, переработки 10.07, отгруженная тоже 45. При продаже, допустим, данного материала, это у нас будет прочие доходы и расходы. И мы проставляем для этого соответственно опять счета. 91.01 мы ставим для выручки по общей системе налогообложения и сразу выбираем для себя субконта, которая нам необходима. В данном случае излишки товарно-материалы ценностей. Выбираем счет учета НДС. Допустим, мы хотим, чтобы вот эти наши материалы, которые мы не использовали в производстве, а продали, что у нас счет учета НДС при продаже 91.02. Мы это показываем в данном окошке. При продаже выбираем счет. Опять же, вид ценности, статья учета. Опять же, нажимаем показать все и выбираем статью расходов или статью доходов. Если мы приняли ответственное хранение, мы указываем с вами забалансовые счета 002.01, 002.02 у хранителя и, допустим, списание. Материалы переданы в переработку, настраиваем. И так мы проходимся по всем настройкам группы финансового учета. Где мы можем еще найти эти группы финансового учета? Опять в нашем же регламентированном учете настройки и справочники. И вот здесь у нас есть все наши группы финансового учета, которые мы выбираем в карточке номенклатуры. Так, давайте с вами поищем какое-нибудь, чтобы у нас была, допустим, готовая продукция. Вот. Вот, смотрите, табурет в данном случае. Мы использовали его в одном из вебинаров прошлых. И у нас здесь настроена группа финансового учета, готовая продукция. Давайте мы ее посмотрим. Так. Насчет учета стоимости номенклатуры. 43, 45, 10, 0, 7. Здесь мы можем с вами, если что, провалиться в наш план счетов настроенный и посмотреть, что 43 – это готовая продукция. В данном случае это произведенный нами табурет. Точно так же настраиваем все счета учета продаж. В данном случае это 90, так как это у нас выручка от основного вида деятельности. Счет учета 9003, как для основного вида деятельности. Настраиваем также товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение. Указываем наши забалансовые счета, принятые в переработку, принятые на комиссию. То есть каждый раздел мы настраиваем. Если нам нужно создать какую-то новую настройку, соответственно, мы с вами нажимаем создать и здесь вручную все создаем, прописываем. Наименование, которое им нужно, описание и, опять же, наустраиваем все счета. Настраиваем счет учета стоимости на аминклатуры, для продажи, для НДС. Соответственно, насколько правильно вы все настроите, вот, допустим, оборудование к установке, 0,7 счет, настолько правильно у вас потом будут делаться проводки в вашем бухгалтерском учете, когда вы будете эту группу финансового учета выбирать в вашем первичном документе. Документе поступления, реализации. То есть все настройки зависят в данной программе вот от этих групп финансового учета. Давайте сейчас с вами еще посмотрим вот это оборудование к установке, еще раз просмотрим. Многие пользуются данным счетом 0,7. Значит, что мы здесь настраиваем? Указываем счет учета стоимости на аминклатуре. В данном случае 0,7 счет – это оборудование к установке. Мы его здесь выбрали. Если мы передаем, прочие товары отгружены. Если в переработке, то мы показываем 10,07. Если мы передали в сторону, на сторону, допустим, кто-то вам оказывает услуги по монтажу данного оборудования. Смотрим счета учета продаж. Данный вид деятельности для нас не основной. То есть если мы купили оборудование к установке и вдруг решили его продать, то это оборудование, то для нас это прочий доход. Соответственно, мы с вами выбираем выручку выручку общей системы наглажения 91.01. И опять же необходимую нам статью. В данном случае излишки от товарно-материальных ценностей. Мы можем, допустим, выбрать просто прочие доходы, какие нам нужны. Но опять же, вот здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Какие здесь бывают ошибки? Вот, допустим, организация работала, работала вот с одним видом своих настроек этой группы финансового учета. И с какого-то периода решила перейти, изменить эту статью доходов и расходов на другой вид. Решила, допустим, с нового года по-другому учитывать. И поменяла данную статью. Ну, нередко, не будем таить, что часто у нас бухгалтера залазят для редактирования в закрытые периоды. То есть бывает уже отчетность дана, потом мы что-то корректируем. И нажали, допустим, перепроведение документов при закрытии месяца. Наша с вами программа что сделает? Она перепроведет документ, где выбрана эта группа настройок финансового учета номенклатуры. и уже отразит ваши операции по-новому. И часто бывает, что открывают, допустим, один месяц перепроводят, а не весь год. Там, допустим, надо что-то в декабре кому-то срочно изменить. И тогда получится у вас весь год учитывалось и так, а один месяц вот из-за вот этих настроек у вас слетит, будет по-другому настроено, настроено, по-другому учтено. Ну и, соответственно, уже может расползтись. Ладно, здесь 91-й, когда внутри там статей, это не страшно. Но если, допустим, изменить вот здесь счет, допустим, или вот здесь, то, соответственно, соответственно, ну, последствия могут быть более плачевными, может и баланс разлить обороты сальдоведомости. То есть мы с вами помним, что если мы с вами уже закрыли период и изменили с вами что-то в группе настроек финансового учета, то мы с вами уже прошлые периоды не перепроводим. А если уже перепровели, тогда нужно перепроверить и вручную пересмотреть каждый раз. Но тогда опять же нужно опять статье поменять, как было вот в этой настройке, перепровести, и потом уже опять закрыть период и менять. То есть стараться не лезть тогда в закрытые периоды, если мы здесь что-то изменили. Вот такие у нас с вами главные настройки групп финансового учета номенклатуры. Какую еще ошибку я с вами хочу затронуть? Это ручные корректировки документа. Таким образом это происходит. Ну, давайте зайдем в наш какой-то документ. Вот. Допустим, пусть это будет у нас продажа. Мы с вами заходим в документ. Так. И нажмем дебет-гребет. Вот у нас с вами автоматически формированные проводки. У нас здесь есть кнопочка «Ручная корректировка проводок». Мы ее с вами вставим. После того, как мы поставили эту галочку, мы можем взять и поменять счета. Ну вот, допустим, бухгалтер считает, что программа сделала проводку неправильно. И вместо того, чтобы поменять группу финансового учета для отражения, она решила вот так вот вручную скорректировать. Ну, допустим, поставила 7600. Записать, закрыть. Так. Ну вот, у нас с вами здесь вручную откорректированные документы. Теперь прошло какое-то время и нашли ошибку в документе. Либо, ну, допустим, посчитали, что что-то здесь у нас стоит по другой стоимости, либо количество не то. Ну, в общем, допустили какую-то ошибку. Мы с вами проводим документ. Заходим в наш документ продажи, а в проводках, которые у нас откорректированы вручную, что это у нас вентилятор настольный, так и осталось количество, да, 2. То есть мы с вами должны понять, что если вы сделали ручную проектировку проводок, потом что-то изменили в документе, его перепровели автоматически, автоматически вот эти проводки, исправленные вручную, не скорректируются. Для этого нам с вами нужно зайти в дебет-кредит и либо мы нажимаем так все и оставляем и меняем здесь вручную, и потом нажимаем подтвердить актуальность проводок. Либо мы нажимаем заполнить проводки автоматически. И тогда будет возвращены, сделаны правильные проводки, которые идут по настройкам. Соответственно, вот одна штука. То есть в нашей с вами деятельности мы должны помнить, что любые ручные корректировки проводок, ну, грубо говоря, это зло. То есть все, что мы сделали вручную, система потом не видит, а если увидит, она поругается, она выведет вам сообщение, но вы должны это увидеть, это сообщение. То есть либо где-то у себя знать, что какой-то документ вы отформатировали вручную, откорректировали. Итак, это то, что касается ручных корректировок. Теперь мы с вами давайте посмотрим операции, которые можно сделать вручную. Многие у нас бухгалтера тоже любят делать ручные операции в регламентированном учете, создавать их недокументами. И в данном случае во многих операциях допускают ошибки. Так, по депуту у нас 9102. Сделаем какую-нибудь проводку. Ну вот, допустим, мы недозаполним все субконта. Это прям совсем такой, конечно, случай. Ну, конечно, в основном, когда бухгалтера делают, ну, как бы стараются правильно заполнять, ну, если опытный бухгалтер. И ставят субконтр здесь. Но часто забывают проставлять правильно налоговый учет. То есть, соответственно, проводку сделали, бухгалтерский учет отразили, а налоговый учет отразили неправильно, либо вообще не отразили. В таких случаях у нас 1С программа, во-первых, начислит неправильный налог на прибыль, у вас вылезет контроль при формировании стандартного бухгалтеровского учета оборотно-сальдовая ведомость. Пытаюсь по какой-нибудь компании сформировать. Ну, здесь, наверное, не будет. То есть, по какой-нибудь разницы. Ну, хочется вам показать. Так, вот она, наша оборотно-сальдовая ведомость. Ну, вот. Вот здесь вот видно на начало года. 2023-го у нас вылез контроль. 31.597.20. То есть, этот контроль полностью нам потом влияет на правильность налогового учета и на правильность формирования налога на прибыль. То есть, обязательно мы с вами при формировании нашей оборотно-сальдовой ведомости делаем ее развернутую. И вот здесь смотрим. У вас здесь будет ПР, ВР, если вы ведете там СПБУ-18. И, соответственно, контроль. Вот, когда все правильно, то контроль равняется нулю. Если он здесь вылез, соответственно, либо в каком-то документе, либо в какой-то операции, которую вы сделали вручную, где-то неправильно настроен налоговый учет, и данный документ не отразился в налоговом учете. Он не пошел на временные разницы, либо на постоянные. Ну, то есть, это нужно обязательно проверять. Это очень частая ошибка, которая встречается у организации. Ну, и какой у нас с вами тут еще есть документ, который нам может, отчет, который нам может помочь проверить наш регламентированный учет и насколько он сходится с оперативным. Потому что мы с вами помним, да, что любой наш документ, который мы создали, он попал в оперативный учет, а в бухгалтерский учет, он не попадет, пока не пройдет отражение документов в регламентированном учете либо здесь, либо через документ. И для этого нам, разработчик 1С, сделал очень удобный отчет сверка данных оперативного бухгалтерского учета. Здесь мы выбираем период, за которым мы сверяем нашу организацию, но в данном случае опять вот это Андромеда Плюс. И можем выбрать либо раздел учета, по которому мы с вами сверяем, либо можно убрать, и он тогда по всем разделам покажет. Вот что он нам показывает. Во-первых, он здесь красный пишет, не все документы отражены в регламентированном учете, поэтому данные отчеты могут быть неактуальны. Соответственно, если мы увидели эту запись, мы с вами возвращаемся в отражение документов в регламентированном учете и проводим отражение. И вот в данном случае вот нам показывает наша программа, что вот оперативный учет у нас данные есть, миллион двести, а в бухгалтерском учете это не отражено. И также раздел второго учета «Себестоимость». То есть у нас есть в управленческом учете в оперативном, а в бухгалтерском нет. И с помощью вот этого отчета мы с вами сверяем наш оперативный и бухгалтерский учет. Итак, давайте подведем итоги нашего с вами сегодняшнего вебинара. Что мы с вами рассмотрели? Мы с вами рассмотрели регламентированный учет, как его настроить, как отразить документы в регламентированном учете. Посмотрели, что нам нужно настроить, план счетов, как нам настроить группы финансового учета, расчетов, доходов, расходов, финансового учета, номенклатуры. Также есть еще в небородных активах, то есть, допустим, в зависимости от того, что мы покупаем, материальные активы, либо основное средство, транспортное. Все это мы настраиваем здесь. Рассмотрели с вами основные ошибки. Показала я вам, где находятся стандартные отчеты. Показала, как сверить оперативный и бухгалтерский учет. Сверка данных оперативного бухгалтерского учета. Стандартный бухгалтерский учет. Мы с вами рассмотрели отчеты, как делать. Если у вас какие-то остались вопросы, можете задать общего характера. А так я напомню, что для вас проводила вебинар компания CoderLine, компания AbileneSpranchising. вы видите на экране нашу электронную почту и номер телефона для связи. Мы проводим множество вебинаров, поэтому следите за нашими обновлениями. соответственно смотрим наши новые анонсы. Сейчас быстренько по вопросам Елена задает вопрос, можно ли сформировать и посмотреть проводки в этапах производства по регламентированному отчету в течение месяца, не закрывая периоды. Елена, для того, чтобы правильно сформировалась себестоимость и все прочее, необходимо закрыть период, произвести расчет, а потом уже смотреть правильные проводки. Поэтому в случае с производством лучше после закрытия месяца. И также вопрос, при перемещении между кладовыми разных подразделений будут ли формироваться проводки. При перемещении, опять же, в зависимости от вашего способа учета настроенного, если все правильно настроите, то проводки формироваться будут между подразделениями, допустим, что у вас там между десятым счетом, либо какой, 41-й, 43-й, какой вы используете, соответственно, да, формироваться будут. Итак, спасибо всем еще раз за внимание. До новых встреч!